Ванча Калпатарупешча Грибасинду Пьяевача Пацита Нам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Намо Махаваданья Я Кришна Пряма Прадая Те Кришна Я Кришна Чайтанья Намне Гавратвишэй Намаха Эй Кришна Каруна Синду Дина Бандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радаканта Намостуте Тапта Канчана Гаврангера Девриндаванешвари Вриша Бану Суте Деви Пранамами Харипри Вриндайай Туаси Девьяи Прияяй Кишявасача Кришна Бхакти Прады Деви Сатчевачей Намона Маха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанта Шри Адвайта Гататара Шивасадигаура Бхакта Вриндай Хариприсна 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 Хариприс Сегодня мы читаем стиху Шримад Бхагаватам. Сегодня мы читаем стиху Шримад Бхагаватам. Страница 171. Паж 171. Первая песня, глава Бхагаватам. Стих 36. Первый шанс, chapитр 5, verset 36. Страница 171. Курвана-йатра-кармани Бхагава-чхи-кшая-сакрит Гринам-ти-гуна-намани Кришна-сья-ну-смарам-ти-ча Курвана-йатра-кармани Курвана-йатра-кармани Бхагава-чхи-кшая-сакрит Гринам-ти-гуна-намани Кришна-сья-ну-смарам-ти-ча Курвана-йатра-кармани Бхагава-чхи-кшая-сакрит Гринам-ти-гуна-намани Кришна-сья-ну-смарам-ти-ча 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 Кришна-сья-ну-сма-сья-ну-смарам-ти-ча Продолжение следует... 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 Аржуна сказал, что вот я смотрел, я читал джапу, я смотрел на круассану и думал, ну это же Кришна. И просто он был в экстазе. И я видела его лицо, это было довольно удивительным. И мы понимаем, что прасада это милость. Потому что только с помощью прасада мы можем почувствовать Кришну. Но в то же время возникает очень интересный вопрос. Если прасада это Кришна, почему мы не можем поместить тот же круассан в алтарь и просто ему поклоняться? Не только благодаря, просто благодаря прасаду мы можем почувствовать Кришну. Из-за того, что мы можем почувствовать Кришну, почему мы не можем поместить Кришну в алтарь и просто ему поклоняться? Но тогда это философия Брамавадди. И в принципе, возможно, по этой логике можно так делать, но мы не сможем проявить никаких чувств к этому круассану. Потому что Кришна, у него есть отличительные черты. Потому что Кришна имеет характеристики, которые его distinguят. Рупа, Гуна и Лила. А.С. Рупа, Гуна и Лила. Рупа означает форма. Рупа означает форма. То есть мы знаем из священных писаний, из рассказов Вашнава. Как выглядит Кришна? И мы знаем, что если мы увидим какое-то божество, мы можем отличить божество Шивы, Дурги, Кришны по форме. И если мы видим policies, мы можем различить о том, что мы можем отличить smo境, Дурга и Кришна по их форме. Допустим, по каким-то атрибутам и так далее. Грязно к определенным атрибутам. Если мы будем видеть божество с флейтой в форме, как называется, трибанга, в форме трибанги, и с павлиним пером, мы поймем, что это Кришна. Если мы видим божество с флейтой в форме трибанга, то мы поймем, что это Кришна. То есть, если кто не знает, трибанга, это форма, как Кришна сейчас стоит, форма, как сказать, не треугольник, как она говорит, но с сгибами. Для тех, кто не знает, эта форма трибанга, это форма Кришна, здесь, в форме с треугольник, в треугольник, и говорит о том, что эта форма, он чарует в гопи. И говорит о том, что эта форма fascина в гопи. Но при этом, можно найти разные божества Кришны. Но, тем временем, можно найти разные божества Кришна. Например, я видел фотографии, где большинство, город, по-моему, это или Колумбус, или что-то, я не помню точно. Там были Рады и Кришна, которые танцуют. И Кришна тоже, он получается с флейтой, с павлинием пером, но он в другой форме, он танцует. Но, допустим, мы все равно можем понять, что это именно Кришна. Точно так же мы можем сказать про форму маленького гопала. Мы можем понять, что это Кришна. Так вот, у Кришна есть рупа, у Кришна есть форма. Так что существует гуна, что есть качество. То есть качество Кришны. Но у него есть бесконечное количество этих качеств. Но он имеет много различий. Так же у него очень много... Как мы с тобой говорили, поставлюсь... Игорь. Очень много различий. И он также выполняет много различий. И, допустим, если... Так как вы уже преданы какое-то время, вы, в принципе, имеете представление о Кришне. И, допустим, если вам кто-то расскажет историю, но без имен. Какую-то историю, какую-то игру Кришны, но без имен. Вы поймете, что это был именно Кришна. Если просто они будут говорить, там, мальчик, мальчик, девочка, женщина, и так далее, вы поймете, что это Кришна? Потому что у него есть свои качества, свой характер и свои игры. Потому что никто не может проводить время как Кришна. Игорь. Никак. 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 И, если кто-то расскажет историю из Рамы, вы поймете, что это о Господе Рамы. И, например, если кто-то расскажет вам историю о Рамаян, вы понимаете, что это о Раме. Потому что игры, которые делает Рамачандра, Кришна делает абсолютно много другого. Потому что при divertении Рамы, Кришна их выполняет в отличие. Так вот, Бхагавата говорит нам, что мы должны делать все действия, посвящать нам удовлетворение Кришне. И так, Бхагаватам говорит нам, что все действия, которые мы выполняем, мы должны посвящать к Кришне. И при этом медитировать на его рупа, Куна и Лила. И тогда мы сможем считать это преданное служение. И в этом случае, это может быть считано как доволен. Конечно, мы можем сказать, что медитировать на рупа, Куна и Лила, Кришне, мы можем просто сидеть и повторять джапа. Но при этом, это не так просто. Потому что когда мы только садимся и начинаем читать наши круги, Ари Кришна Махамантра, он приходит. Потому что, когда мы садимся и начинаем читать Ари Кришна Махамантра, он приходит. Точнее, он еще и никуда не уходил. Но, ари Кришне, он еще и никуда не уходил. Поэтому, очень сложно оставаться одному. И поэтому, Ваишнавы нам дают метод, который помогает. Это как раз Сева. И это говорит о том, что Сева должна помогать нам повторять цветы имена. Если мы повторяем, вообще не повторяем никаких кругов в день, но делаем много Сева, так не работает. Немного, даже если мы делаем много службы в день, но не читаем никакого круга, никакого Сева не работает, это не работает. Это работает только в случае, если Ваишнавы попросили так делать. Но если мы решим, если мы решим, что мы делаем это, то, что мы делаем. Но если мы решим, что мы делаем это, то, что мы делаем. Потому что мы не должны забывать о том, что Махапрабху сказал, что в эту Кали-югу, то есть в Кали-югу, мы должны повторять Святое Имя. Это единственное жертвоприношение, которое мы можем делать в этом. И абсолютно все действия, которые мы делаем, все служения, которые мы делаем, должны давать нам вкус повторения. И как раз, с помощью служения, мы можем получить милость Ваишнавы. И, собственно, grâce к служению, мы можем получить милость Ваишнавы. И тогда у нас будет вкус повторения Святого Имя. И тогда мы получим вкус к повторению Святого Имя. С другой стороны, некоторые даются другие крайности. Они, наоборот, повторяют Святое Имя целый день и не делают никакой сэвы. Естественно, если вы не чисты и преданны, это очень сложно, поэтому вы просто находитесь в своем уме. То есть, Харидас Тракур, он мог повторять целый день. Харидас Тракур, он мог повторять целый день. Но сможем ли мы так делать, как мы? Но мы сможем ли мы так делать, как мы? Мы понимаем, что в каком положении мы находимся сейчас, мы понимаем, что нам нужно милость Ваишнавы. И для того, чтобы получить милость Ваишнавы, нам нужно делать служение. То есть, две крайности. Чисто повторять Святое Имя и делать служение, и делать служение не повторять Святое Имя. И то, и то возможно. И с тем, вы можете достичь совершенства. Но есть нюансы. В случае с много Севы и нет кругов, это если вам сказал Ваишнав, а в случае если вы повторяете и не выполняете никакую Севу, это тоже если в случае что у вас уже все есть. У вас есть уже отношения с Кришной, вы просто повторяете Святое Имя. Вы можете сделать служение с Кришной. В случае, если вы делаете Севы и не выполняете служение с Кришной, Если вы не получите обзор, то, соответственно, все, что вы уже имеете на то, что вы уже имеете в виду. Нужно найти релизу между этим и этим. естественно сами мы не можем найти этот баланс bien-sûr par nous-mêmes nous ne pouvons pas le trouver c'est pour c'est la raison pour laquelle krishna nous a envoyé les vaishnavas c'est la raison pour laquelle krishna a énoncé la bhagavad-gita krishna veut nous aider et nous pourrons trouver cet équilibre grâce aux instructions de nos maîtres il y a une autre chose très importante dont il faut sera qu'il faut se rappeler c'est de ne pas se préoccuper de ce que font ou ne font pas les autres car de nombreux dévots tombent dans ce piège et commettent ainsi vaishnava parada car il est très difficile de travailler sur soi mais lorsque nous voyons les erreurs d'une autre personne nous pensons ah mais moi je suis bon c'est bon c'est bon c'est bon pour que tout le monde sache qu'on est une bonne personne et dans ce cas on commettent vaishnava parada et notre service de dévotion s'arrête le mot aparadha signifie ce qui ne plaît pas à radharani car radharani ne supporte pas lorsqu'on offence un vaishnava et dans son livre le coeur de krishna si on prend par exemple l'histoire de Haridas Thakur et de la prostituée on peut voir que les gens le jugeaient l'histoire de Haridas Thakur s'installa dans un village et donc le gouverneur de cette province était un athée et il n'aimait pas qu'on manifeste de l'amour de Dieu et il voulait que Haridas Thakur soit mis à mort pardon qu'il tombe il voulait que tout le monde puisse voir qu'il n'est pas un dévot si pur et il n'est pas une personne sainte contrairement à ce que pensaient les gens autour de lui et il lui a envoyé une prostituée pour qu'elle le subjugue et pour qu'après elle raconte aux personnes enfin pour qu'elle le raconte après aux personnes et Haridas Thakur était donc en train de chanter les cinq noms près de l'arbre Toulasi et à la tombée de la nuit la prostituée vint et lui dit ce qu'elle voulait et elle lui dit ce qu'elle voulait elle fut contente car sa tâche serait accomplie et cela finalement ne devait pas être si difficile qu'elle l'avait pensé donc Haridas Thakur lui poursuivit assieds-toi là et attends patiente le temps que je finisse mes tours elle s'assit et écouta comment Haridas Thakur chantait ses tours et donc elle resta toute la nuit et Haridas n'avait toujours pas fini de chanter les cinq noms et donc lorsque le jour arriva elle s'en alla il n'y avait pas de sens pour elle de rester près de lui dans la journée parce que comme c'était un nouveau jour il devait chanter ses tours pour la journée le lendemain la même situation a devint seulement elle offrit ses hommages à Toulasi et resta avec Haridas Thakur toute la nuit aussi tout en écoutant tout en écoutant chanter et donc Haridas Thakur lui dit excuse moi je satisferai sans faute tout tes désirs seulement il me reste encore j'ai donné j'ai fait le vœu de chanter tant de tours de chanter tant de tours et il m'a dit que je n'ai pas réussi aujourd'hui mais demain je suis sûre qu'il y aura et malheureusement aujourd'hui je ne pourrai pas le faire mais demain c'est sûr je pourrai satisfaire tes désirs elle il m'a dit qu'elle allait et le lendemain elle s'en alla paisiblement et donc revint après encore une fois et offrit ses hommages à Toulasi et s'assit nous connaissons la puissance du Saint Nom on sait que le nom de Krishna et lui-même ne sont pas différents d'autant plus lorsqu'on écoute un pur dévot chanter et comme elle était assise près de Harida Sintakur peu à peu elle commença elle aussi à répéter à chanter Harida Sintakur et après 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 lorsqu'un certain temps s'écoula elle comprit ce qui s'était passé car grâce au Saint Nom notre coeur se purifie il est dit que le Saint Nom est semblable à un feu de forêt il est dit que le Saint Nom est semblable à un feu de forêt il délivre de tous les péchés et de tous les Anarthas et elle commence à s'excuser auprès de Harida Sintakur elle lui raconte tout le plan de cette personne qui voulait le déshonorer et Harida Sintakur et Harida Sintakur lui répondit qu'il connaissait déjà toutes les intentions de cette personne et il expliquait qu'il devait déjà partir mais qu'il restait trois jours de plus juste pour libérer cette prostituée elle lui demanda de devenir son maître spirituel de lui donner des instructions car comme elle était une prostituée elle avait commis beaucoup de péchés et elle s'enquit auprès de lui de la manière dont elle pourrait s'en libérer je ne sais plus exactement ce qu'il lui a dit mais il a dit que c'est qu'il lui a dit 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 je ne sais plus exactement ce qu'il lui a dit de donner mais tous ses vêtements tout son argent donc donner tout ça au brahmana et chanter le Saint Nom on peut voir que les Vaishnavas ne pour reformuler d'une manière plus compréhensible les Vaishnavas ne se mettent jamais en colère c'est-à-dire quand on fait une Vaishnava parade c'est-à-dire quand on fait une Vaishnava parade c'est-à-dire que le Vaishnava ne veut pas dire c'est-à-dire que tu m'as offensé car dans le cœur du Vaishnava il n'y a que de l'amour pour nous mais Krishna, lui, se met en colère lorsque nous offensons un Vaishnava et si nous offensons un Vaishnava, Krishna ne nous aidera pas et pour que le Vaishnava nous pardonne, nous devons lui demander pardon venir à lui et lui demander pardon directement seulement ainsi et alors seulement Krishna pourra être satisfait nous devons nous rappeler qu'il nous faut prendre soin de notre pratique spirituelle et également faire le bien pour les autres cela ne signifie pas pour autant qu'il faut penser à ce qu'ils font de mal il y a donc j'ai pensé à la suite d'une conférence donnée par Maharaj il y a quelques semaines qui portait sur un verset de la Bhagavad Gita donc disant que parmi des millions et millions de Gyanis il n'y en a qu'un qui sera un dévot parmi tous ces dévots seulement un désirera atteindre Krishna etc je pense que vous connaissez tous le sens de ce verset qui commence par dire que parmi d'innombrables jivas seulement un sera attiré par Narayan et finalement qu'il y a un jiva parmi d'innombrables autres qui atteindra Krishna j'ai pu comprendre que lorsque l'on vit avec des dévots comme nous par exemple lorsqu'on vit dans un temple cela s'applique aussi à votre famille donc à toutes les personnes qui vous entourent les personnes à votre travail cela ne veut pas dire que chacune de ces personnes atteindra Krishna en cette vie cela ne signifie pas non plus que chacune de ces personnes est justement le jiva parmi d'innombrables autres qui atteindra Krishna et alors survient la question pourquoi devons-nous exiger des autres d'être parfaits on peut préciser d'être parfaits pour nous car dans cette situation c'est nous qui nous sentons mal et qui critiquons les défauts de cette personne en fait nous voulons que les personnes qui nous entourent soient parfaites pour nous mais nous devons comprendre qu'on doit comprendre que c'est impossible et nous devons leur aider à être parfaites mais pour Krishna et pour différentes personnes il y a différentes méthodes d'aide il existe même une méthode universelle qui aide tout le monde qui consiste à parler de Krishna car lorsqu'on parle de Krishna on donne de la sukriti aux gens la sukriti nous aide à obtenir le désir et le désir peut faire toutes choses on peut obtenir Krishna grâce au désir c'est pourquoi nous devons être humbles et compassionnés et ne pas penser aux défauts des autres mais les aider car lorsqu'on parle de Krishna celui qui parle et celui qui écoute en bénéficie et nous savons que le shirimat bhagavatam parikshit maharash on d'austique Krishna слушait et Shukadevga saami on d'austique Krishna gavaria et dans le shirimat bhagavatam donc il y a ce principe, ce procédé est illustré par parikshit maharash qui écoute Shukadevga saami et qui applique le procédé de shiravanam qui est l'écoute et kirtanam qui est le chant tu as dit qu'on a atteint Krishna parikshit maharash parikshit maharash on a atteint savercheenstwa on a atteint Krishna s'pomichu shiravanam pardonnez-moi la phrase était tournée autrement c'est parikshit maharash a atteint la perfection grâce à l'écoute et Shukadevga saami s'pomichu kirtanam et Shukadevga saami grâce à kirtanam et si nous parlons de Krishna nous obtiendrons un bénéfice et les autres aussi obtiendront un bénéfice et c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres également pour le moment